бесплатные вебинары для руководителей эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн продаж современные возможности интернет-маркетинга как продавать в соцсетях и мессенджера как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн офис делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента друзья доброго дня приветствую всех на вебинаре компании один из битрикс меня зовут михаил беляев я руковожу офисом один из битрикс санкт-петербурге сегодня буду вместе с вами буду не один об этом сегодня поговорим отдельно давайте маленькую проверку видно ли слышно меня в эпоху вебинаров этот вопрос у нас каждый день звучит поставьте пожалуйста мне сколько-нибудь или плюс ли да все супер вижу спасибо огромное за обратную связь значит мы обычно на вебинарах рассказываем про какую-то часть бизнеса смотрим на нее с разных сторон и говорим как улучшить продажи как настроить внутренние процессы как коммуникацию построить между сотрудниками внутри команды или со своими клиентами очень по-разному на эти вещи смотрим действительно приглашаем экспертов сегодня не исключением сегодня тоже вместе с нами будет эксперт судя по количеству регистрации вы знаете кто это мы соответственно чуть позже выйдем с ним вместе в эфир и эту тему обсудим а какую тему мы сегодня говорим про клиентов их возражения я маленький спойлер мы хотели размяться в чате хотели спросить насколько вы любите или не любите возражение клиентов чтобы понять вы здесь с какой целью чтобы полюбить их наконец понять как с ними работать да как их преодолевать либо чуть-чуть посовершенствоваться вы знаете но может быть фишки какие-то понять пока у нас по опросу и и за и против есть те кто и любит есть те кто и нет вопрос про записи давайте мы по орг моментам немножко пройдемся что касается орг моментов запись мы сделаем мы ее пришлем на ту же самую почту по которой вы регистрировались тут не переживайте специально ничего делать не нужно как только запись сконвертируется мы чуть-чуть попозже отправим ее в течение пары дней буквально не волнуйтесь все будет у вас отправим и презентации которые сегодня будем показывать тоже можно будет посмотреть и пересмотреть запись и посмотреть презентации это касается ворк моментов теперь еще немножко моменты сколько мы с вами здесь вместе и как мы с вами разговариваем общаемся мы с вами полтора часа в 11 по москве сейчас мы в эфире уже и до 12 30 мы закончим вместе с презентациями и вместе с ответами соответственно если у вас есть вопросы у нас есть чудесный чат часть из вас освоили уже чудесный чат можно в нем писать вопрос и получать ответ с нами сегодня несколько экспертов по битрикс24 наши партнеры команды партнер которые на вопросы по битрикс24 с легкостью ответят но и со спикерами точно также можно общаться мы очень рады видеть вас в живую на мы не видим вы нас да мы вас нет поэтому чат тот способ когда можно и поговорить со спикером либо с нашими партнерами все вопросы которые по битрикс24 пожалуйста в чат складывайте и коллеги их бережно найдут и обработают что еще по моментам но если вдруг у вас что-то с качеством звука или картинки самый простой способ перезагрузить браузер chrome или firefox safari подходит оптимально для площадки если вы с мобильного телефона иногда демонстрации экрана или слайды не показываются у вас на мобильном девайсе звук и картинка должны быть нормальная картинка наша но вот иногда бывает что-то с демонстрации либо со слайдами поэтому если есть возможность переключиться в этот момент на десктоп на обычный компьютер будет оптимально так отлично значит мы говорили что сегодня мы не одни и сегодня я с радостью представляю спикера который откроет сегодняшний вебинар и контентную часть возьмет на себя владимир маринович владимир прошу в эфир подключайтесь если вы вдруг не видели владимира не знаете то владимир очень большой эксперт по построению бизнеса по работе с командами по построению процессов владимир привет большой михаил приветствую спасибо тебе большое и друзья давайте сразу договоримся михаил знает мою любимую фразу тупой карандаш лучше острой памяти фиксируйте пожалуйста базовые принципы технические практические инструменты решения задачи по повышению эффективности продаж и задавать вопросы михаил примерно через 40 минут мы выйдем на 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 блок вопросов и ответов правильно да я понимаю примерно так вот пользу да пока мы вопросы будем бросать есть любимая пословица подобно тянется подобному ты обратил внимание ты сегодня в голубой горок и я сегодня друзья мне нужна будет ваша помощь артем фетисов ольга шолохова друзья будьте добры напишите пожалуйста кто вы владелец бизнеса руководитель отдела продаж генеральный директор кто вы друзья чтобы я знал какую информацию какую и какие инструменты подробнее для вас разворачивать менеджер по продажам прекрасно да дизайнер интерьеров работы на себя очень круто клиент менеджер прекрасно генеральный директор дарья очень хорошо продажник менеджер по продажам роб директор по продажам сельскохозяйственная техника руководитель компании очень хорошо все я в правильном месте и и самое главное что нас всех объединяет друзья мы любим продавать и нам нравится продавать ну что же поехали друзья сразу давайте договоримся что когда вам говорят что вы продаете дорого друзья поставьте пожалуйста плюсы кто слышал эту фразу мы продаем дорого ну смысле ваши услуги стоят дорого или ваш продукт стоит дорого вот вот это еще до нет денег глобальное потепление у людей нет денег ну вот вот такие вот отмазки значит мне нужна будет помощь евгения сафронова запишите пожалуйста когда мы слышим вы 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 дорогие будьте добры напишите пожалуйста андрей все правильно но я еще хотел бы дать конкретные вещи что нужно делать напишите пожалуйста если дорого то двоеточие продаем не то продаем не тем и продаем не так друзья я же вам мешал что сегодня будут практические инструменты пожалуйста запишите коллеги мне нужна ваша помощь или максим еще раз продаем не то продаем не так продаем не тем друзья 3 вещи всегда когда срываются продажи когда продаем не тем продаем не так и продаем не то не то еще продаем не то коллеги в молодец а лисе спасибо большое что такое за какие-то странные фразы от мари ночи но поехали для начала например Продаем не то. Вот это очень важно. Важно осознать, что есть наш продукт. И сейчас я не буду вам рассказывать какую-то такую, знаете, философию, а прям конкретно мы продаем что-то, что человек либо не понимает, что есть продукт, либо это классный продукт, а мы объясняем какими-то странными и сложными словами. Ну не понимает человек, он готов, но он не понимает. А если он не понимает, то он не доверяет. Если он не доверяет, то он не покупает. Виктор Караваев, Юля Протавцева, будьте добры, запишите, это очень важно. Еще раз. Не понимает, тире, не доверяет, тире, не покупает. Потому что, друзья, я вам скажу страшную тайну. Деньги в России есть, и у ваших клиентов в том числе деньги есть, просто платят они не вам. Ксения правильно не понимает, не доверяет, не доверяет, значит не покупает. Вот молодец. Вот это так работает. Прям работает. Вот давайте теперь пойдем по этим всем микрошагам. Первое. Не понимает. Это когда мы начинаем про наш продукт рассказывать, как конченые человеки продукты. Что такое человек продукт? Это когда мы вместо того, чтобы объяснить человеку, какой он получит пользу, какой он получит конкретный результат от нашего продукта, мы ему начинаем рассказывать про то, как у нас там внутри все глубоко устроено. Друзья, я вам расскажу страшную тайну. Нашим клиентам до глубокой желтой лампочки, как там у нас все круто устроено. Их интересует только одно. Как они конкретно, их интересует только одно. Как они конкретно решат свои бизнес-задачи. Как они решат свои бизнес-задачи. Поэтому сегодня я и буду вам, друзья, рассказывать базовые принципы того, как продавать по полной цене. Да, кстати, еще я враг всяческих скидок. Я враг всяческих дисконтов. Я всегда борец за маржинальность. Мои друзья даже меня называют мистер маржа. Вот. Поэтому первая ошибка, которую мы делаем, и почему у нас не покупают, это когда мы вместо того, чтобы четко и ясно человеку объяснить, какой он получит пользу, мы ему начинаем углубляться вовнутрь продукта и рассказывать про какие-то там ракетно-космические технологии. Я холоболела клиенту разбираться в наших ракетно-космических технологиях. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс. Кто согласен? Мне очень важно. А если кто-то не согласен, то поставьте минус. Вот. Типа, да нет, ему это важно. Как же он будет покупать, что он не будет понимать. Вот. А, о, Андрей Тур. Хорошо. А тогда у меня к Андрею Туру вопрос. Андрей, Алексей, всегда. У меня к Андрею вопрос. Андрей, будьте добры, у вас есть машина? Андрей, прямо сейчас напишите, пожалуйста, есть машина. Андрей, тогда будьте добры, прямо сейчас напишите мне марку стали, из которой сделан двигатель вашего автомобиля. Андрей, давайте-ка проверим. Андрей, будьте добры, напишите, пожалуйста, марку стали, из которой сделан двигатель. О, о, друзья, смотрите, что написал Андрей. ХЗ. Андрей, да вот про это, потому что когда вы покупали автомобиль, вам ехало-болело разбираться, какая там вам марка стали в двигатель воткнута. Вам главное, главное, чтобы это все зимой заводилось, летом ехало, чтобы оно не требовало, чтобы оно не требовало никаких там особого внимания, и чтобы машина работала, чтобы она перевозила. А вот правильно, едет хорошо, а если не едет, то дальше троица наступает. Раз не едет, ремонтирует, два не едет, ремонтирует, три не едет, ремонтирует. Ну, на четвертый все, уже понятно, пора продавать. Поэтому, друзья, пожалуйста, фокусируйтесь на том, чтобы, вот это очень важно, простыми словами объяснять, какую пользу ваш продукт дает клиенту. Ну, для примера, я когда ходил по таксопаркам в 2011-2012 году с Гетом, и я им рассказывал про великий сияющий мир, про цифровое будущее, которое, вот, соответственно, наступило, про уникальную цифровую технологию в Гет, которое там прям вот как все очень там у нас мудрено. На меня вот так вот, знаете, таксопарк, владельцы таксопарка вот так сидели, смотрели, и такие, ну, Маринович, что такое, взрослый дядька, чем ты занимаешься? Бизнес, он же там никакие великие цифровые технологии. О, дал объявление, пошли заказы, набрал девочек, купил машины в лизинг, и все, и пошел, типа, вот это типа бизнес. А вот это твое, цифровые технологии, вот это вот нам непонятно. И знаете что? Я однажды нащупал тот скрипт, я нащупал тот довод, а у меня всегда правило, что я сначала сам, что я сначала сам прорабатываю все возражения, я сначала сам отрабатываю работающие и продающие скрипты, а потом уже набираю менеджера. И однажды я нащупал этот скрипт. Получайте, друзья, может быть, кому-то из вас будет полезно. Я однажды уже просто в отчаянии говорю владельцу таксопарка, который вообще не понимает там вот эти великие цифровые технологии. Я вам говорю, слушайте, а да-да-да, ведь у вас же наверняка есть там Сергей Петрович, там самый крутой, самый крутой таксист в вашем таксопарке, который там все знает, вот просто все прям знает, которому хлеба не корми, дай ему там из точки А в точку Б, по переулкам, короче, знает полностью Москву, Петербург, вот прям знает наизусть. Он говорит, ну есть такое, зовут там Николай Михайлович, например. Я вам говорю, слушайте, а вы можете пригласить вот этого Николая Михайловича, вот, и я ему дам, подключу, я его подключу к нашему сервису. Мы с вами просто через две недели, через месяц, мы с вами через месяц посмотрим, какую пользу мы дали. Друзья, если кто-то не видит, перезагрузитесь. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто меня нормально видит и слышит. Друзья, пожалуйста, плюс, кто нормально меня видит и слышит. Нет, все нормально, перезагрузите, зайдите с другого браузера. Ну и вот, хорошо, владелец таксопарка приглашает этого Николая Михайловича и говорит, ну вот тебе Николай Михайлович. Я подключил Николая Михайловича к сервису, к гету, и через месяц сделал встречу. Втроем я, владелец таксопарка и вот этот Николай Михайлович. И я спрашиваю при владельстве таксопарка у Николая Михайловича. Николай Михайлович, слушайте, а сколько вы денежек заработали с гетом? Сколько дополненных заказов получили? И дальше, друзья, это было просто невероятно. Он говорил, ну там, владельцы таксопарка, Петрович, я не понимаю, как это работает, но там, слушай, оно мне было заказов, и там дополнительных 47 тысяч рублей я благодаря вот этому самому гету получил. О, вот тут вот загорелись глаза у владельства таксопарка, и он такой, что, правда, что ли? Я говорю, да, и он говорит, ну окей, ладно, давай я тебе еще пяток подключаю. Я говорю, давай. Он мне дал еще пять таксистов, я каждого из них проинструктировал, как, куда включать, куда заходить, заказы получать. То же самое, через две недели мы повстречались, они ему сказали, слушай, ну вот заказы, вот деньги, вот пожалуйста. И все, и он после этого вперед, давай весь таксопарк, соответственно, подключаем. И вот в этот момент я понял, что на самом деле с владельцами таксопарков не надо разговаривать вот этим мудреным птичьим языком про цифровые технологии и великое дигитальное будущее. С ними надо разговаривать на том языке, который им понятен. И про них, как и для практически всех руководителей бизнесов и владельцев, главный, понятный для них язык, это язык денег, прибыли, дополнительных доходов. Да, с ними надо разговаривать на их языке. Вот, поэтому, друзья, я и сказал, что первое, что обратите внимание, как вы и как ваши сотрудники общаются с клиентами, которые якобы не хотят покупать, у которых якобы нет денег. Первое, что надо проконтролировать, как они рассказывают про продукт. И чтобы это было простым языком, чтобы им было это понятно. Понимаю ли я, что вы хотите на меня сейчас надеть футболку мистер очевидность? Понимаю. Поставьте плюсы, кто, типа я говорю очевидные вещи. Давайте, друзья, давайте, вот, давайте. Мистер очевидность, вот, поставьте, вот прекрасно, вот очень хорошо. Замечательно, мистер очевидность. Только тогда вопрос к каждому из вас и домашнее задание, друзья, только честно, сделайте. Это же не для меня, это же для вас. Сегодня, завтра, прослушайте, пожалуйста, звонки вашим, но зашло. А прослушайте звонки ваших сотрудников. Друзья, только, пожалуйста, это не надо никому ничего делегировать. Возьмите сегодня и прослушайте звонки ваших сотрудников. Как они общаются с клиентами. И знаете, что будет? Только, пожалуйста, 3, 4, 5. Каждый вечер слушайте звонки ваших сотрудников. 3, 4, 5. Знаете, что будет? Я вам заранее скажу. У вас сначала кровь из ушей польется. Сначала кровь из ушей польется, потому что у вас просто, ну, мозг взорвется от того, какое они говорят безумие. Они не соблюдают никаких скриптов. Они вообще не понимают, на каком языке они говорят с клиентами. Они вообще не понимают, что главное в вашем продукте. И поэтому первый шаг, который, о, а что тогда мне втыкать, что я мистер очевидность? Друзья, умничать не надо. Не надо умничать. Надо делать конкретные вещи. А конкретная вещь, например, состоит в следующем. Первое. Это каждый вечер слушать 3, 4, 5 звонков ваших сотрудников. И исправлять, и подсказывать, и обучать, и напоминать. Вот матрица. Кстати, если кому-то интересно, как сделать эту самую матрицу, пожалуйста, поставьте единички. Как сделать матрицу, чтобы у ваших сотрудников не было возможности не знать, не продавать? Пожалуйста, сейчас тоже расскажу. Вот, поэтому каждый вечер, друзья, каждый вечер слушать 3, 4, 5 звонков ваших сотрудников. Второе, друзья, следующий шаг. Скачайте, пожалуйста, из ваших CRM-систем, если они у вас есть. Если нет, то где они у вас там в бумажках, в тетрадках или в телефонах записаны контакты ваших клиентов. И посмотрите, кто из клиентов за последние 2 года, 2,5 года от вас ушел. Друзья, второе, что надо сделать. Ирина Царик, будьте добры, Суворова Ирина, напишите, пожалуйста, скачать список клиентов, которые от меня ушли за последние 2,5 года. И лично, друзья, это очень важно, лично, будьте добры, каждому из них позвонить, каждому из них позвонить. Только еще раз, запрещаю вот это кому-то делегировать, вот это, знаешь, там, все умные, все знают, что надо делегировать. Вот в том, что касается продаж, вот в том, что касается качества сервиса, друзья, прежде чем проделегировать, лично каждому прозвоните и задайте им один и тот же вопрос. А скажи, пожалуйста, почему ты у меня не покупаешь? Скажи, пожалуйста, почему ты купил не у меня? Скажи, пожалуйста, почему ты ушел от меня? Вот это очень хороший вопрос. Друзья, мне нужна ваша помощь, Дюлия, будьте добры, или Ирина. Запишите этот вопрос вот сюда. Почему ты от меня ушел? Почему ты у меня не покупаешь? Только, пожалуйста, это надо задать без упрека, без вот этого, что ты это у меня не покупаешь? А задайте этот вопрос. Это очень хорошо работает. А еще лучше пригласите человека на обед, поговорите с РОПом, поговорите с генеральным директором, поговорите с владельцем компании. Неправда, Айрат, это неправда. Есть ли клиенты, которые ищут самое дешевое? Есть. Да, я не буду отрицать. Таких там 10-15-20%. Но мы же интересуемся, Наталья, это потому что либо спрашиваете не у тех, либо не так спрашиваете, а либо вообще не спрашиваете. Наталья, а интересно, можно ли сказать, что за 10 дней сентября вы лично обзвонили, Наталья Амельченко, 15 клиентов, которые ушли? Вот так, друзья. Поэтому если мы ориентируемся на тех клиентов, которые готовы платить качественную цену за качественный продукт, они готовы отдавать нам нашу маржу, то лично обзвоните и задайте им вопрос. Лучше пригласите на обед. Дальше вы услышите много всего интересного. Вы услышите, не представляете, какое количество ада вы услышите про то, что вы обещали привезти, точнее ваш менеджер обещал привезти в понедельник, а привез во вторник. Про то, что он обещал привезти в 12, а привез в 16. Про то, что он обещал привезти 7, а привез 4 единицы товара. А то и в общении. Или нам очень-очень надо. Понимаешь, да? Поэтому, друзья, лично обзваниваем клиентов, которые от нас ушли, которые у нас не покупают. И когда нам рассказывают про причины, почему от нас ушли, записываем вот эти конкретики. Раз, два, три, четыре, пять. Где мы налажали? Почему мы не выполнили свои обязательства? Вот это так, друзья, работает. Пример хотите? У меня была сделка. Я с одним покупателем договорился о том, что все, он покупает мой продукт. И мы даже договорились о том, что он, соответственно, про цену и через две недели мы стартуем. Например, там, не знаю, 270 тысяч рублей. 270 тысяч рублей. Окей, хорошо. Я в понедельник ему звоню и спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот клиенту, все, вот послезавтра мы должны начинать. У меня в календаре. И где мы встречаемся, начинаем работать. А знаете, что он мне говорит? Он мне говорит, не, мы не начинаем работать. Я спрашиваю, почему мы не начинаем работать? Он говорит, ну, потому что, послушай, я пять раз просил Марию, твоего сотрудника, чтобы она выставила счет. Друзья, пять раз он просил Марию, моего сотрудника, мою сотрудницу, выставить счет. Говорит, она не выставляла счет. Я тебе пару раз позвонил, ты не ответил. Но я так понял, что все, моя сделка тебе не интересна. И, соответственно, все, я нашел другого поставщика, который мне решил мою задачу. Внимание, вопрос, друзья. Как вы думаете? Вот я позвонил, как вы сами понимаете, у меня улетело, у меня полетело, улетело из этого, как он называется, у меня улетело из моего оборота 270 тысяч рублей. Как я могу к этому относиться? Конечно же, очень плохо. Я звоню Марии. Мария, скажите, пожалуйста, а почему мы не выставили счет? При том, что еще раз, не надо было продавать, ничего не надо было, а надо было только выставить счет. Друзья, вопрос. Как вы думаете, что Мария мне ответила? Почему она не выставила счет? И почему в результате мы не продали товар? Почему мы в результате не получили деньги? Какие есть идеи? Вот что мне ответила Мария. Потому что я не топал ногами, не ругался, ничего, я очень спокойно, все, так, знаете, надо было, еще раз, только выставить счет. Реквизиты были. Не успела, много клиентов не успела, не знаю, я этому обучаюсь, и месяца нет, сложно, 1С сбоит. Лень. Друзья, ваша проблема состоит в том, что вы здравомыслящие люди, и ваши причины, которые вы пишете, они такие здравомыслящие. Ну, типа, забыла, неправильно расставила задачи. Хотя прикольно, да, выставить счет, чтобы деньги получить. Что может быть важнее? Ответ. Ответ знаете какой? Коллеги, спорим, никто из вас не догадается, вообще не догадается, какой она мне дала ответ. Еще раз я задал вопрос, почему она не выставила счет? Реквизиты были, были реквизиты. Друзья, все. Более того, я ей позвонил. Мария, вот клиент, вот контакт, все, пожалуйста, выставьте, пожалуйста, счет. Алексей Копнов, молодец, гениальный. Алексей, все, с меня книга, книга, которая называется «Стратегия удвоения прибыли». Алексей Копнов, правильно. Ответ Марии был «Не знаю». Фантастика. Друзья, что, вот что, вот, вот, это, это, это катастрофа. Вот, 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 вот чтобы у моего сотрудника не было возможности не заплатить. Чтобы у моего сотрудника не было возможности не выставить счет и не заплатить. Поэтому давайте про возражение клиентов, директор. Нет, мы не ушли от темы. Директор, не знаю, как вас зовут, назовитесь, пожалуйста. Мы от темы не ушли. Потому что, директор, если вам хочется, чтобы я, как обычно, вот это вот, войти во Вконтакт, выяснить потребность, сделать презентацию, бороться с возражениями и закрыть сделку, вы это знаете и без меня. Напоминаю, друзья, еще раз, три темы. Три темы. Мы продаем не тем, мы продаем не так, или мы продаем не то. Поэтому первое, что надо сделать, это надо сделать аудит, почему нам не платят, почему от нас ушли деньги наших клиентов. Видимо, не всем это близко. Лично пройти через всю эту цепочку касаний с клиентами. Поэтому, если вы думали, что я вам сегодня буду рассказывать какие-то волшебные скрипты, после которых клиенты нам будут как сумасшедшие платить и платить, то знаете что? До этих скриптов еще дойти надо. А жизнь показывает, что сначала 90% мы как раз о том, как больше продавать, как бороться с неплатежами и с тем, как наши клиенты и почему нам не платят. И возражения это только там третья стадия того, почему нам не платят. Итак, первое, делаем аудит, разговариваем с клиентами, почему они у нас... Спасибо большое, Ольга. Первое, делаем аудит, задаем вопрос, почему они нам не платят, потому что, возможно, смысл даже не в том, что есть возражения, а смысл в том, что они просто не понимают, что мы им продаем, и вся цепочка касаний, вся цепочка продаж, в принципе, неэффективна. Так, то есть сейчас идет, например, уже о текущих клиентах. И о тех клиентах, которые у нас покупали, но ушли и не покупают. И которые, например, нам рассказывают вот эти сказки про у нас дорого или там еще что-то. Оказывается, наш продукт для них не подходит. И продукт – это не только товар, это не только услуга, это еще и вся цепочка касаний с нашими клиентами. Так, первое. Давайте, второе. То, что мы говорили, мы говорим так, что им непонятно, что же мы на самом деле продаем. Составьте вот ту самую матрицу. Друзья, составьте ту самую матрицу, и вот она как выглядит. Табличка, очень простая табличка. Клиент, точки контакта, и где, на каком этапе, что мы говорим. Где, на каком этапе, что мы говорим. Вот на каком этапе, что мы говорим, чтобы перейти на следующую. Директор, еще одно запрещенное слово, которое я объявляю вне закона, это слово «специфика». Нет никогда никакой специфики ни в одном бизнесе. Я ответственно это заявляю и я готов обосновать свою точку зрения. Возвращаемся. Матрица, клиент, вот эти вот самые точки контакта и где, на каком этапе, что мы говорим. Вот когда мы точно знаем и мы сами это отработали, и мы понимаем, что надо сказать, как отрабатывать эти самые возражения, мы сами через это прошли. Тогда эту матрицу можно засунуть в голову нашему сотруднику, чтобы он это изучил, чтобы он это использовал. Но дальше возникает очень прикольный момент. Друзья, оказывается, что наши сотрудники знают, но не делают. Друзья, наши сотрудники знают, но не делают. Кто встречался с этим фактом? Друзья, сотрудник знает, но не делает. Обучение провели, скрипты знает, но не делают. Ему говорят вот эти самые возражения, он знает, как их отрабатывать и не делает. Вот так. Вот так. Знаете, здесь мой любимый пример, который очень часто каждый из вас уже встречался. Когда вы прилетаете на самолете, например, в Москву или в какой-то город, и вы после самолета заходите в туалет, и вы в этом мойте руки, сделали свои дела и все делали, и мойте руки. Слушайте, а вы... Да не правда это, Алексей. Дело не в том, что у них нет нафига. Я еще раз про то, что мы их научили, они не делают. А вы никогда не обращали внимания, сколько людей, сделав свои туалетные дела, за вашей спиной и на выход? И у них вообще в голове отсутствует вот это мыть руки. Друзья, поставьте плюсы, кто видел, как люди, сделав свои дела, на выход и не моют руки. Так что, друзья, дело не в том, что они не знают. А вот получайте вопрос. Да, Артем, да, это бесит, это не нравится. А зачем руки мыть? Владик такой, а зачем руки мыть? Прикольно. При этом обратите внимание, ему бабушка или ей говорила, что руки надо мыть? Говорила. Мама говорила? Говорила. В детском садике говорили, что руки надо мыть? Говорила. В школе говорили? Говорили. На биологии говорили? Говорили. Почему не моют? А знаете что, я не хочу заниматься сейчас вот этой социопсихологией. У меня есть ответ. И, друзья, ответ очень простой. Они не моют руки. Они не моют руки. Или в нашем случае они, наши сотрудники, вот это вот, не работают с возражением клиентов. Не потому, что они не знают. А внимание, друзья, потому что... Да учили, Дюля, еще раз. Друзья, поставьте-ка, пожалуйста, единички, те из вас, кто учил своих сотрудников продавать. Что надо говорить? Как кому, в каком случае? Говорили. Обучали. Смотри, сколько плюсов, единиц. Вопрос, почему не делают? Друзья, получайте ответ. Потому, что им дают возможность не делать. Будьте добры, Михаил Тищенко, мне нужна ваша помощь. Напишите, пожалуйста. Наши сотрудники не отрабатывают возражения не потому, что они не знают, не потому, что их не учили, а потому, что им дают возможность не делать, не внедрять, не отрабатывать, не бороться с возражениями. Вот такая вот прикольная вещь. Коллеги, будьте добры, запишите, пожалуйста, несколько фильмов, которые вам будут очень полезны. Первый фильм. Основатель, 16-го года. Да, абсолютно, Оксана, все надо контролить. Не будете контролить, вам будут продавать отмазки, никому ничего не надо, все хотят самое дешевое. Продукт важен. Надежда Демидова, продукт важен. Если это плохой продукт, вы сначала сделаете первую продажу, у вас выручка пойдет вверх и потом все пойдет вниз, потому что не будет партнерных продаж. Поэтому продукт важен. Итак, фильмы, друзья. Фильм Основатель. Коллеги, запишите, пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Анастасия Шурыгина. Основатель. Это фильм 16-го года. Коллеги, фильм 16-го года. Основатель. Второй фильм. Человек, который изменил все. Это фильм 11-го года. Основатель. Да, спасибо большое, Татьяна. Человек, который изменил все. Это фильм 11-го года. Очень классный, очень полезный фильм. И еще, знаете, какой фильм найдите? Здесь курят. Друзья, кто смотрел здесь курят? Напишите, пожалуйста, название. Здесь курят. Вот фильм. И там как раз на полную катушку все, что связано с возражениями. Так вот, интересно, как вы думаете, что объединяет все эти три фильма? Коллеги, что объединяет эти три фильма? Какие есть идеи? Напишите, пожалуйста, что объединяет эти три фильма? Там же все в порядке с возражениями, правда? Что в основателе, что в борьба и вера. Татьяна Гусева. Молодец. Татьяна в десятку. Точно. Это фильмы про то, как выстраивать такой контроль и такую систему, чтобы, внимание, у ваших сотрудников не было возможности не делать. Коллеги, запишите, пожалуйста, выстроить систему, при которой у сотрудника не будет возможности не делать. О, Андрей, это очень полезно. Выстроить систему, при которой у сотрудника не будет возможности не делать. Поэтому теперь давайте сцеплять. Первое. Делаем аудит всех точек контакта. Сколько у нас времени? Еще 5-7 минут, правда? Да, спасибо, Юлия. Сделать аудит всех точек контакта, где мы сливаем наших клиентов. Второе. Лично с ними обзвониться. Продажники не рабы. Владик, никто и не говорит про то, что продажники должны быть рабами. Просто контролировать надо, как они продают. Это правда. И сейчас, конечно, мой основной посыл для руководителей, для генеральных директоров, для робов. И для тех, кстати, кто сам продает и кто понимает, что он теряет лиды, потому что забыл, не вспомнил, не послал и так далее. Итак, первое. Сделать аудит. Второе. Лично обзвонить клиента, почему ты от меня ушел, почему ты меня не покупаешь. Третье. На основании этой информации сделать вот эту матрицу. Клиент, этап сделки, на каком этапе, что говорим. Четвертое. Систематизировать контроль. Систематизировать контроль. Федор молодец. Только понимаете, какая штука, Федор? Вы никогда не задумывались о том, почему мы людям даем 3% или 5%? Или там какую-то... Увы, к сожалению, это нет, друзья. Вот это вот ошибка. Друзья, вот это ошибка по поводу мотивации. Давайте вот об этом тоже сейчас поговорим. То есть вы думаете, что если вы человеку дали 3% или 5% или 7% или там еще какую-то премию за выполнение плана, то он будет сжечь, потому что он понимает, что если он больше продаст, то он больше заработает. Да? Только знаете, какая смешная штука? Поставьте двойки те из вас, у кого есть наблюдение. Я ему проценты дал, я ему премию дал, он может зарабатывать 100, а он зарабатывает 40. И он ничего не делает для того, чтобы зарабатывать 100 или 140. Все ему дал, мотивацию дал, продукт дал, все продал. Не ждет. Не ждет. Вот так это работает. Поэтому, друзья, сама по себе мотивация не работает. Если нет систематизированной системы, вот это все, что мы с вами проверили. Точки контакта, этапы сделки и на каком этапе, что говорили. И, кстати, сколько времени каждому этапу мы нарезали. Да нет, продавец, все прекрасные продавцы. Только знаете, какая смешная штука? У каждого человека есть его комфортный уровень дохода. Если человеку нормально 60, то ты можешь сколько угодно говорить про то, что он может заработать 100 или 200 или 300. Ничего он не сделает для того, чтобы сделать эти 100, 200, 300. Потому что ему 60 нормально. Вот так, друзья. Теперь, что же сделать, чтобы все-таки люди продавали? Но давайте-ка мы с вами поразбираемся. Я вам сейчас расскажу интересную вещь. Коллеги, напишите, у кого рядом с домом, у кого рядом с домом, но у меня тоже проблема, они быстро уходят. Друзья, массу вопросов вы задаете, я на все отвечу. Михаил, смотри, какие крутые темы пошли. Ну, пожалуйста, в следующих вебинарах Битрикса можно, соответственно, раскрывать эти темы. Но я вам для тех из вас, кто ответим, кто... Молодец, ответим. Для тех из вас, кто верит в волшебную силу мотивации, друзья, расскажу одну историю. Коллеги, ответьте, пожалуйста, у кого из вас рядом с домом есть перекресток, есть, не знаю, там, Пятерочка или там Дикси? У всех есть. Окей, хорошо. Давайте сегодня вечером вы зайдете туда в этот магазин, и там сидит девочка на кассе. И вы ей говорите, Маша, а у них на бэдже написано. Маша, смотри, есть такой прикольный чувак Маринович, и он сказал, что у тебя зарплата там в районе 25, 27, 30 тысяч. Вот, Маша такая, и чё? Вы ей говорите, а хочешь не 25, а 65? И в течение двух месяцев Маша скажет, и чё? Ну, то есть, что, надо что-то похабное делать, впорно сниматься? И вы ей скажете, нет, нет, не надо, не надо. Вы просто, Маша, сегодня в Ютубе находите несколько бесплатных курсов на тему SMM менеджмента, или там, например, систем продаж, или там, как сделать большие B2B-сделки, проходите эти бесплатные, здесь очень важное слово, бесплатные курсы, и, пожалуйста, через две недели, когда вы прошли эти бесплатные курсы, я вам дам телефон Владимира Мариновича, друзья, мой телефон, плюс 7, 999, 026, 29, 30. И Владимир там вам даст несколько тестовых заданий на продажу, во-первых, вы уже больше заработаете, а когда вам всё получится хорошо, и если вы захотите сделать свою компанию по маркетингу или по продажам, то, соответственно, Владимир вам даст рекомендации, вы наберёте тогда клиентов. Итак, внимание, вопрос. Друзья, ответьте, пожалуйста. Пожалуйста, как вы думаете, вот то, что я сказал, это практично? Маша, может девочка Маша зайти в YouTube, найти бесплатные курсы по продажам, по, например, SMM-маркетингу, по тому, как продавать маркетингу? Может? А теперь вот правильный вопрос. Сделает? Коллеги, поставьте, пожалуйста, как вы думаете, сделает? Почему? Вот это как раз пример того, почему я восстал на тему, что мотивация всё решает. Мотивация всё не решает. Если у неё в голове 25-30, то она и будет работать на кассе, потому что ей работа на кассе даёт маленький, но стабильный доход. И возможность жаловаться, что ей 30 мало. Вот так это работает. Поэтому всем вам, друзья, получайте финальное решение того, как бороться с возражениями. Ещё раз, аудит всех точек контакта сделать. Самому с клиентами обсудить, почему они уходят, почему они у меня не покупают. Это как он называется? Нет. Иван, Иван Зайков. Нет. Не всё зависит от уровня интеллекта. Опять неправда. Это неправда, Иван. Это неправда. Не всё зависит от этого. Например, я вам даже больше скажу. Моя задача всегда... Неправда, Юлия. Моя задача состоит в том, чтобы сделать так, чтобы я не зависел ни от какого ничего там интеллекта в голове. А чтобы, ещё раз, если вы сделаете эту самую матрицу, клиент, этапы продаж, что ему надо говорить, и автоматизируете работу с этой матрицей, и автоматизируете контроль, как сотрудник идёт по этой матрице, тогда вы не будете зависеть от интеллекта вашего сотрудника. Коллеги, кто согласен, поставьте плюсы. Ещё раз, если мы делаем эту матрицу, если мы автоматизируем контроль исполнения матрицы, то в принципе хотел зарабатывать, чтобы человек в принципе был ответственным, и тогда, да, действительно, его можно обучать, тогда действительно, да, можно ему давать продукт, ему можно отдать вот эти самые скрипты, и нам тогда не придётся тратить время на то, чтобы мы там, соответственно, изобретали какие-то невероятные психологические установки, Как же нам бороться с возражениями? Юлия, это неправда, что это не каждому дано. Продавать дано каждому. Вопрос только, чего человек хочет на самом деле. И поэтому то, что я вам говорю, матрицу выстроить и автоматизировать контроль исполнения этой матрицы, это, продажник должен быть жадный, Оксана, это ваше убеждение, потому что вы только с такими можете работать. А я вам расскажу страшный секрет. А давайте-ка пример расскажу. И алчный. Опять неправда. Это неправда, это неплохие качества, но это неправда, что только жадный или алчный может продавать. Пример. После десятой улыбки радуги у нас инвентаризация показала минус 470 тысяч рублей. Но, конечно, это больно. У тебя за один месяц украли 470 тысяч рублей. И, конечно, мы слышали от наших сотрудников, знаете, какие у нас покупатели вороватые? Мы, конечно, раскопали, что вся вот эта воровская схема, это было дело рук персонала. И я тогда положил себе в голову главный принцип. Друзья, можете записать. Три принципа Мариновича. Если у тебя воруют, это не они воруют, это ты даешь возможность воровать. Второе. Если сотрудник не выполняет задачи, это не он выполняет задачи, не выполняет задачи. Это ты даешь ему возможность не выполнять задачу. И третье, самое главное. Если сотрудник не продает, это вы даете ему возможность не продавать. Друзья, еще раз. Если сотрудник не продает, это вы даете ему возможность не продавать. Вы думаете, что надо ему дать какие-то волшебные скрипты, и он начнет палить. Дело не в этом. Это важно. И эту матрицу надо создать. Но следующий шаг это, спасибо за поддержку, но следующий шаг это автоматизировать контроль исполнения, который вам и позволит очень быстро вычислить, а сотрудник не продает, потому что действительно скрипты не работают и клиентам не нужен наш продукт. Или потому что он банально не работает. Пример. В одном из моих бизнесов, спасибо большое, Юлия, в одном из моих бизнесов барышня на полном серьезе, это было в мае, говорит следующее, лидов нет, никто ничего не хочет покупать. Классика жанра. Классика жанра. Только знаете, какая смешная штука? В CRM-системе все видно. Я зашел в CRM-систему. Надежда, а не надо 24 на 7 контролить и пинать? И, во-первых, я не использовал слово пинать. Друзья, Надежда, я не говорил слово пинать. Если правильно выстроить вот эту самую матрицу и весь процесс продаж и правильно автоматизировать контроль исполнения, а это главный смысл CRM-системы, то тогда контроль у вас займет 15 минут утром, 15 минут днем и 15 минут вечером. И, кстати, друзья, хочу, чтобы вы понимали, вы изучаете меня, а я изучаю вас. И когда вы говорите такое, невозможно контролировать и надо постоянно пинать, это ко мне не имеет никакого отношения, это ваши установки. Если правильно еще раз создать матрицу, создать весь процесс продаж и автоматизировать контроль исполнения, то у вас резко увеличится эффективность продаж и это только первый шаг к тому, чтобы не зависеть от ваших сотрудников, которые вам радостно продают, что никому ничего не надо, никто ничего не покупает. Всем все надо. Покупают только, друзья, не у вас. Поэтому еще раз фразу запишите, пожалуйста. Если сотрудник не продает, то это не он не продает, это мы ему дали возможность не продавать. Александр, сотрудники будут саботировать систему. Так, будут саботировать, если вы им дадите возможность саботировать. И, кстати, первый шаг, который вы делаете, спасибо большое, Олеся. Если вы сами не работаете в CRM-системе, то тогда и, конечно, они вам рассказывают сказки, что-то это плохое. А, и любимая вот эта фигня. Так нам отчеты писать или работу работать? Так нам продажи продавать или нам отчеты писать? Друзья, кто слышал эту адскую фразу, нам отчеты писать или работать? Да, абсолютно точно. Маргарита, снимаю шляпу. Молодец, конечно. Знаете, мой любимый довод. Какая голова, такая и рыба. Так вот, про эту девушку, которая у меня лидов нет и никто не хочет покупать. Друзья, внимание! Я зашел в CRM-систему и я сделал print screen, что на нее CRM-система распределила 370 лидов, которые она не разобрала. Я ей просто прислал print screen. Второе, CRM-система мне показала, сколько времени она работала. 27 минут. И вот когда я прислал эти два print screen, например, это было во вторник. Друзья, как вы думаете, что она сделала в среду? Честное слово. Друзья, клянусь, Юля, правда, конечно, Федор, она просто на следующий день не вышла на работу. Друзья, как вы думаете, почему она уволилась? Почему она не вышла на работу? Хотя она мне рассказывала, никому ничего не надо, никто ничего не покупает и тому подобное. Я ей показал, лиды есть. И второе, что она работает в системе 27 минут. Стыдно! Надежда, вы романтик! Нифига ей не стыдно! Абсолютно точно, Зайков Иван. Да потому что она поняла, что Регина, конечно, она просто поняла, что все очень прозрачно. Что не получится продавать мне отмазки. И все, и она уволилась. И она пошла искать другую работу, где она будет, соответственно, продавать сказки-рассказки про то, что никому ничего не надо и никто ничего не покупает. Друзья, знаете что? Я в прошлом году даже начал собирать отмазки, отмазки. Да, кстати, Артем, может быть, пятерочку пошла работать. Значит, я даже в прошлом году начал собирать отмазки, как сотрудники нам рассказывают, почему никто ничего не покупает. Вот. И там вообще полный набор. Помните, кто знает вот это вот про плохую погоду? Коллеги, кто знает про плохую погоду? Приходишь в магазин, тебе сотрудники говорят, никто ничего не покупает. Спрашиваешь, почему? Говорят, плохая погода. А какая связь? Ну как же? Все дома сидят, поэтому никто ничего не покупает. Ладно, думаешь, есть в этом резон. Через две недели приходишь, смотришь, в кассе мало денег, спрашиваешь у сотрудников, почему не это, в кассе мало денег. Они говорят, так потому что хорошая погода, солнце. Ты думаешь, а какая связь? А тебе говорят, все уехали за город, жарят шашлыки, поэтому никто ничего не покупает. Коллеги, кто слышал эти отмазки про плохую и про хорошую погоду? Классика жанра. Ага, о, о, вот. Девятое мая, все на параде. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, друзья, я вам буду очень благодарен, если вы мне дадите какие-то свои отмазки в мою коллекцию. Я книги пишу регулярно на тему развития продаж, на тему развития системы продаж. Вот, это мне очень интересно. Давайте так, если вы мне дадите, лето сезон отпусков был, есть такое. Так, нет финансов, клиенты без денег, времени не хватает. Конечно, на все хватает, только продавать не хватает. Да-да-да-да. Друзья, дарю вам отмазку, главную отмазку всех времен и народов. Королеву всех отмазок. Коллеги, внимание, замрите. Даю главную отмазку всех времен и народов. Внимание, друзья, главная отмазка всех времен и народов. А мне не сказали! Поставьте единички, поставьте единички, кто слышал эту отмазку, а мне не сказали. Поэтому, друзья, давайте так, мне сейчас просигналили, что у меня осталось всего 5 минут, давайте начинайте ваши вопросы и попробую действительно уже какие-то главные вопросы отработать. Да, нас не научили. Кстати, для того, чтобы, Татьяна, вот не было вот этой отмазки, нас не учили, и надо сделать вот эту самую матрицу. На каком этапе я работаю с клиентом. Я сотрудник, но наш сервис лизан у других, клиент приходит, интересуется и сливается. Ищу проблемы в себе. О, это честная позиция. Можно же с вами посоветоваться лично. Юлия Протовцова, пожалуйста. Плюс 7999, 026, 2930. В инстаграме можно v.marinovich. Так, друзья, у меня есть даже книга, у меня есть даже книга, которая Ицакин написал. Что делать? Знаете, в России есть два любимых вопроса. Что делать? Елена, это что ж такое-то? Нету дорого. Услышьте меня, друзья, нету дорого. Есть либо продаем не то, либо продаем не тем, либо продаем не так. Нету дорого. Значит, продаем либо плохой продукт, у которого цена не оправдывается ценностью. Коллеги, поставьте, пожалуйста, эмоции правильно, не эмоционировать. Олеся, найдите книгу «Эмоциональный интеллект». Юлия, будьте добры. Книга называется «Эмоциональный интеллект». Спасибо, Артем, за поддержку. Еще раз. Хорошо. Тогда составляем матрицу ценностей. Составляем конкурентный обзор. Прочесываем лично конкурентов. За какой продукт, какая цена. И сравниваем наш продукт и продукт конкурентов. И сравниваем цену и цену. И тогда мы находим, а почему у них получается продавать дороже, если они умеют продавать дороже. Если же они продают дешевле, то, друзья, это любимый в России инструмент конкуренции – демпинг. Когда все много работают и мало зарабатывают. Но это же не наш путь, правильно? А если ориентироваться на тех клиентов, которые готовы платить нашу цену и которые готовы платить нашу маржу, то, пожалуйста, тогда вашим сотрудникам засуньте в голову, засуньте вашим сотрудникам в голову главные ценности вашего продукта. Чем вы лучше? Чем вы лучше? И контролируйте, чтобы они во время своей работы с клиентами не забывали говорить. Еще раз, нету дорого, отсутствует. Если вам говорят дорого, то значит человек либо не понимает, в чем смысл продукта, либо вы работаете не с тем человеком, либо вы не умеете продавать. Но это простые вещи, а для этого и сделайте весь аудит в воронке продаж. Я сам, по крайней мере, так делаю, и это хорошо работает. И да, еще раз, друзья, да, я инвестор, да, я совладелец разных компаний, больших в том числе, но дед, который в ноябре выходит на IPO, со стоимостью сейчас 5 миллиардов долларов, начинался с первых, если это в таксопарке в 2011 году, я сам лично ножками, пальчиками через все прошел. Поэтому и вам тоже советую. Кстати, классическая фигня. Евгений, что значит, так, строй дар? Что значит не с тем человеком? Это значит, что вы работаете не с ЛПРом, не с тем человеком, который принимает решение о том, чтобы купить. Но не с тем человеком, не с тем менеджером. В каждой компании, друзья, есть минимум 3 человека, от которых зависит, если это беду и продукт, покупать или не покупать. И ваша задача вычислить эти 3 человека. Кстати, можете записать 3, кто это? Это ЛПР, ЛВР и ЛДПР. Друзья, помогите мне, пожалуйста, Сергей, у меня там буквально пару минут осталось, да? Вот. Значит, кто такой ЛПР? Это лицо, принимающее решение. Кто такой ЛВР? Лицо, влияющее на решение. Это кто влияет на принятие решения. И ЛДПР? Лицо, действительно принимающее решение. Подумайте о том, как в каждой компании, прежде чем бомбить, вытащить из этой компании вот эти 3 человека. Как относятся к холодным звонкам. Прекрасно отношусь к холодным звонкам. И более того, я типичный менеджер холодных продаж. Надежда, на мне клима негде ставить. Я типичный менеджер холодных продаж. Поэтому, ну, я много раз через это проходил. Когда ты приходишь, и там тебя в окно выбрасывают, а ты в трубу залезаешь. Но в результате-то я брал наших клиентов не измором, пожалуйста, купите, пожалуйста, купите. А я находил как раз вот эти ценностные предложения, которые были для них интересны. Давайте еще пример. Мои сотрудники никак не могли поставить 75-ю емкость русского стандарта в Елисейский магазин. Так, Оксана, плюс 7, 999, 026, 29, 30. Напишите мне в WhatsApp или в Instagram, в.маринович. Тоже напишите ваши бизнес-удачи. Друзья, слушайте историю. Елисейский магазин. Никак сотрудники не могли туда поставить 75-ю емкость в месяц. И говорят, все, мы не можем. Генеральный директор Елисейского магазина, питерцы знают. Это одна из ключевых розничных точек. Да, это просто надо там присутствовать. Особенно, если у тебя племяль и дорогой продукт. Вот. И я записался, и мне сказали, все, завтра, Владимир, в 9 утра у вас есть 3 минуты. 3 минуты. Коллеги, вот как вы считаете? Вот месяц мои сотрудники не могли поставить емкость, 75-ю емкость русского стандарта. Вот, я позвонил, и мне сказали, завтра в 9 часов у вас есть 3 минуты на визит. То есть, вероятность того, что меня бы вынесли, ну, практически 100%. Согласны? Когда тебе говорят, у тебя 3 минуты. Вопрос. Что я сделал? Друзья, вы же написали, как вычислить лицо, принимающее решение, и что ему дать. И там, кстати, тоже был еще очень интересный вопрос. Выявил ценность. Абсолютно, Татьяна. Денег дал. Нет. Деньги не работают. Дал одному, потом он ушел, и что, заново опять платить деньги? Значит, друзья, я узнал, кто он. Я узнал, что он в прошлом бывший военный. Кстати, командир погодной лодки. Я действительно это узнал. И когда на следующее утро я пришел, ну, вот, какие-то базовые информации. И я пришел, постучался к нему в дверь. Я открыл дверь, да, абсолютно точно личные коммуникации при продажах дорогих продуктов очень важны. Тем более матрицу составить, цепочку контактов прописать и контролировать исполнение. Особенно, когда у вас не массовый и высокий продукт. И сказал, разрешите войти, точно, Александр. И как вы думаете, какие я сказал первые слова? Друзья, что я начал, вот это вот у нас емкость, будьте добры, возьмите, пожалуйста, увидите, будут продажи. Все, мои сотрудники уже пытались это сделать, и это не сработало. Разрешите доложить? Артем, кстати, хорошая была идея. Здравия желаю? Неплохо. Неплохо. Друзья, вот что я сказал, точно, менеджер, как зовут, абсолютно, менеджер, значит, будьте добры, напишите, я вам скину ссылку на мою книгу «Что делать, когда у тебя стартап» или «Стратегия удвоения прибыли». Друзья, готов подарить вам за лучшие вопросы ответы книгу «Стратегия удвоения прибыли». Так вот, друзья, когда я открыл дверь, когда я представился, здравствуйте, я Владимир Владимирович, я сказал следующее, Сергей Петрович, я считаю, что есть только три специальности в мире, которые требуют призвания. Друзья, внимание, и заканчиваю, уже, к сожалению, время быстро пробежало. Первое, это быть преподавателем, второе, это быть продавцом, и третье, это быть военным, пауза, особенно в подводном флоте, клянусь, клянусь, клянусь. Я просто снес его шаблон, чтобы пришел очередной какой-то попрошайка, ну, конечно, чтобы пришел какой-то очередной попрошайка, я снес его шаблон, он такой на меня посмотрел другими глазами. Мы после этого полтора часа разговаривали про вот это вот трудности подводного, как это называется, ну, подводного, полгода под водой, подходит, ну, понятно, вот, и про все, и про красное вино, и про как там, все, короче, все. А потом он в конце, слушай, а ты что пришел? Вы, кстати, на «ты» перешли, автономка, да, да, Александр. А что пришел? Я говорю, так вот тут 75-я емкость, он говорит, ладно, скажи моим, и все, я хорошо, я ок. И после этого, друзья, нельзя забывать клиента, потому что он холодеет, его надо постоянно греть. И я после этого каждый месяц к нему приходил и какие-то интересные вещи рассказывал. Мало того, на 23 февраля я ему даже подарил модель подводной лодки, на которой он служил. Я это все рассказал своим сотрудникам, мы это вставили в скрипты, и после этого они знали, что прежде чем идти навстречу и продавать, надо сначала разобраться, с кем ты будешь разговаривать, что этому человеку дать, что для этого человека важно и ценно. И вот тогда конверсия была не 2 из 10, а 8 из 10. Точно? Молодец, продавать ценности. Михаил, что-то я… Я появляюсь как раз. Разгорелся, и видишь, как интересные вещи какие вспомнилось. Но это все практические вещи, надеюсь, что было интересно и полезно. Что скажешь? Мне интересно, органично и полезно. Я чат посматриваю, и там тоже все здорово и красиво. Я хотел вот здесь в конце набросить немножко. Набросить про что? Вы в первой части вместе с чатом рассуждали про мотивацию и про то, что человек может найти все там бесплатные курсы, может все их пройти и стать там лучше, сильнее, быстрее. Но почему-то не все это делают. Значит, теперь про набросить. У нас в чате достаточно много людей, и в эфире сейчас достаточно много людей, и вы на бесплатном вебинаре. Вы до него добрались и потратили уже какое-то количество времени, и еще потратите какое-то количество времени. И вот хочется, чтобы следующий шаг получился, чтобы это было как не в том примере, мы на кассе остались и нам все окей. Но вы раз послушали, выписали себе тупой карандаш, острая память, что-то, что вы сделаете сейчас, и пойдете с этим делать дальше. Значит, это первая часть у Владимира. Логическая, интересная, классная, с подходами, посмотрите как, да, о чем задуматься в бизнесе. И Владимир делал отсылки часто к тому, что нужна система, что нужно ее выстроить. Это тоже позволит автоматизировать контроль. Вот это очень важно. Не просто система. Миш, знаешь, с чем я часто сталкиваюсь? Мне предприниматели говорят, так у нас есть. А дальше оказывается, что да, система-то есть, только собственник в ней не работает, руководитель в ней не работает, и деньги на нее зажжены, только система не работает. Поэтому система, которая автоматизирует контроль исполнения, это первое. А второе, в которой и работает руководитель отдела продаж. Без этого начнется саботаж. Все. Без вариантов. Владимир, спасибо огромное. Я эстафету перенимаю тогда. Друзья, доброго солнечного дня. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что было не просто интересно, но и полезно. Михаил, приглашай. Друзья, главный принцип Мариновича – есть СРМ – есть бизнес. Нет СРМ – нет бизнеса. Работайте. На цифровизации я буду исполнять задачу. Пока. Хорошо. Значит, теперь, друзья, мы с вами сейчас пройдемся по небольшой презентации, которая говорит как раз про инструмент, про ту самую матрицу и про те вспомогательные возможности для того, чтобы систему внутри бизнеса выстроить. Мы пройдемся по СРМ. Я буду говорить на примере Bittrex 24. Еще раз сделаю акцент, что все вопросы по Bittrex 24 можно смело в чат вот сюда отправлять. Там у нас есть партнеры, которые экспертно хорошо знают Bittrex 24 и проконсультируют, прокомментируют. Можно обсудить какие-то моменты, что можно, что нельзя с системой, как она может работать. Хорошо, полетели. Значит, каким образом система помогает в продажах, в переговорах в том числе? Буду показывать инструменты и попробуем пообсуждать. Ну, во-первых, чтобы как-то помогать, система должна все фиксировать. Первый самый момент. Система должна понимать, какое количество у вас звонков есть внутри, какое количество писем, других сообщений, чтобы вы их не потеряли, чтобы не было такого кейса, когда у меня лидов нет или у меня обращения нет, работать не с чем. Поэтому, конечно, CRM-система аккумулирует у себя внутри все обращения и входящие, и все коммуникации исходящие. Как это сделать? Это предельно простая история. Внутри Bittrex 24 есть такой инструмент, прям раздел, который называется контакт-центр. И этот контакт-центр подключает к себе различные совершенно каналы. Я по ключевым каналам сейчас пройдусь, но на самом деле все, что есть у вас, все, что есть в коммуникации, подключается внутрь CRM-системы. Итак, что это? Это почта электронная. До сих пор в B2B, в особенности, во многих отраслях, почта – это основной канал коммуникации. То есть отсюда приходят основные ключевые лиды, и она обязана быть подключена к Bittrex 24, к CRM-системе. Делается это тоже легко. Ящик менеджера подключается, и там уже система автоматически мониторит, когда менеджер, даже если он работает в своей системе, то есть он пишет из Outlook или из Gmail условного, система все равно все эти письма к себе складывает, и вы имеете возможность посмотреть их, посмотреть всю коммуникацию с клиентом. Телефон – стандартная коммуникация, тоже во многих отраслях ведущая. Можете посмотреть по своему бизнесу, как раз потом будем смотреть скриншоты отчетов. CRM-система и покажет, какой канал у вас ведущий, откуда приходят лиды, куда нужно фокус перенести. Про телефонию. Телефония подключается тоже достаточно просто к Bittrex 24. Разная телефония. Если у вас есть своя какая-то IP-телефония готовая, ее можно подключить внутрь Bittrex 24. Коллеги с этим помогут. Значит, что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Все входящие звонки фиксируются. И я видел немало примеров, слышал на вебинарах и на семинарах говорили сами клиенты, что когда мы подключили IP-телефонию к CRM-системе, мы вдруг обнаружили, что у нас процентов 20-30 звонков просто пролетали мимо, были неотвеченные совершенно. Почему? Потому что пришли либо в нерабочее время, либо мы не успели взять трубку. Там один менеджер разговаривал, был параллельный звонок, мы его не приняли, все. Теперь мы понимаем, вот какое количество звонков мы просто теряли. А здесь, окей, есть неотвеченный звонок, он зафиксирован, мы по нему просто перезваниваем. И клиент там очень часто готов к этому звонку, нормально, у него есть целевой запрос, он же нам сам звонил. Мы его просто не потеряли. Если это существующий клиент, мы про CRM-систему говорим и про новых, и про существующих клиентов. Если это существующий клиент, то вот, пожалуйста, при звонке поднимается карточка, которая у вас на скриншоте видна, и вы видите, звонит там Иван, вот его номер телефона, вот какие данные по нему есть, вот какая коммуникация уже была. Вы сейчас понимаете, что происходит и зачем Иван может вам позвонить. Мы можем отслеживать каналы, различные каналы, которые есть у нас рекламные, я имею в виду, через либо колл-трекинг. Ну, фактически вы можете также с имейлом делать и отслеживать имейл-трекинг. Значит, колл-трекинг, что это такое? Это в простом формате, вот мы присваиваем разным каналам разные телефонные номера. Реклама из Фейсбука, из Контакта, из Яндекс.Директа, с нашего сайта идут на разные телефонные номера. Система это автоматически понимает. Мы это заранее запрограммировали. Ну, вот запрограммировали, видите, мышкой переключив номера, перетаскивая. И система сразу показывает нам статистику. Из этого канала лиды хорошие, там есть продажи. Из этого канала лиды не очень хорошие. Ну, и количество тоже, конечно, можно посмотреть. Идем дальше. Это сайт и разные формы на лендингах, на сайтах, на наших, которые заполняют клиенты. Формы у нас есть различные, опять же, выглядят они тоже очень по-разному. И на сайт, даже если он построен не на платформе 1S-Bitrix, управление сайтом, можно поставить вот такую форму для того, чтобы все лиды собирать. То есть мы сейчас подключили что? Мы посмотрели на почту, на телефон, мы посмотрели на им... Так, почта, телефон, мы посмотрели на... Ух, ты сам забыл, да. И третий момент, сейчас мы обсуждаем, это CRM-формы. Идем дальше. Соцсети. Инструменты современные, опять же, если мы посмотрим на... Либо более молодую аудиторию, либо отрасли более технологические, там будет больше соцсетей, нежели классических каналов, телефон и электронной почты. Нужно ли их подключать? Ну, конечно же, нужно. Вот, пожалуйста, разные соцсети тоже подключаются. В контакт-центре подробно есть инструкция, как их подключить. Опять же, коллеги всегда рядом могут помочь, если вы вдруг запутаетесь или не хотите выделять много времени на это. Можно подключить соцсети. И в соцсетях, вот тут есть такой ремарк, ответить быстро. Что такое ответить быстро? Давайте мы, ну, небольшой опрос сделаем. Когда вы пишете в компанию, в соцсеть, в чат, как вы ожидаете, насколько быстро должен прийти ответ? Вы написали в какую-то компанию, вы заказчик в B2B или в B2C, тут уже не так критично. Через какое время вам должны ответить с той стороны? Как точно? Прямо, до 33 секунд. На 34-ю, баста, уже все. Сразу, в ближайшее. Ну, вот ближайшее такое образное понятие. Попробуйте его у себя внутри трансформировать в какие-то цифры. В секунды, в минуты, в часы, во что-то еще. Значит, 10, 15 секунд, минут. Да. Да, смотрите, мы все ожидаем, все с вами, что ответят достаточно быстро. У кого-то это прямо секунды, вот по счету, у кого-то это минуты. Иногда есть бизнесы, которые говорят, мы способны отвечать на следующий день. У нас конкуренции нет совершенно, мы уникальны, и поэтому так заведено. Почему я вас попросил сделать сейчас такое упражнение? Это упражнение нужно для вас, когда вы вместе со своей командой внутри будете точно так же определять, через какое время вам нужно отвечать в соцсетях. Почему мы говорим, отвечаем стремительно? Потому что каналы коммуникаций текстовые асинхронные, ну, вот те самые чаты, они ожидают, что вы будете отвечать мгновенно. Если с телефоном все понятно, возьми трубку. Вот она, коммуникация, там, 3 гудка, 5 гудков. То, пожалуйста, с чатами точно такие же ожидания. Есть вопрос про официальную интеграцию с WhatsApp. Да, коллеги сейчас прокомментируют, в каком формате она, можно посмотреть. Значит, я сейчас скажу про интеграцию с Instagram. Там, посмотрите, вот недавно вышла официальная интеграция с Instagram, с Директом. Можно и с комментариями, и с Директом теперь подключать, и точно так же агрегировать все эти каналы коммуникаций в одну точку, в CRM-систему, и отвечать оттуда. Что нам дает возможность вообще отвечать стремительно? Это возможность увидеть сообщение, посмотреть на него и ответить. Ну, и там еще автоматика позволяет отслеживать даже и скорость реакции. Во-первых, статистика у вас есть по скорости реакции. Во-вторых, автоматика может следить, если вы быстро не отвечаете, подсказать вам, где нужно ускориться. Значит, остается канал не цифровой, который называется «Пришли ногами и поговорили». В пандемии он не очень популярный, но, тем не менее, опять же, есть бизнесы, которые встречаются лично, и это необходимо. Ты сел вместе с дизайнером что-то проектировать, или сел для большой B2B-продажи что-то сделать. Вот, пожалуйста, внутри B3X24 есть визит-трекер. Это система, которая записывает голос. Это не видео-встречи, но, тем не менее, вы там спрашиваете, можно ли я запишу наши переговоры для того, чтобы вернуться. Система та же самая, что с телефонным звонком, но у вас будет событие, к нему будет прикреплена аудиозапись, ее можно переслушать, посмотреть, где вы были хороши, где были не очень хороши в переговорах, и сделать потом выводы. Итак, мы подключили к CRM-системе все каналы. Что это нам дает в переговорах и в отработке возражений? Вообще дает возможность этих переговоров и возможность пойти дальше, если возражения появляются. Мы сохранили этого клиента, и вот здесь хочу немножко поговорить о том, что такое сохранить клиента внутри CRM-системы, внутри базы, и зачем нам это нужно. Мы взяли клиента, сохранили его к себе в CRM и получили возможность общаться с ним в дальнейшем. И теперь мы думаем, как же мы будем с ним общаться. Скорее всего, мы через какое-то время придем к нему вот по этому вопросу, по той самой сделке, про которую сейчас была коммуникация. Но потом мы же к нему тоже придем с каким-нибудь рекламным предложением или с предложением продлить покупку свою, или купить что-то еще. Поэтому нам нужно всю эту базу делить. Если мы всей базе будем отправлять одинаковые сообщения, одинаковый посыл, ну, будет не очень здорово. Мы ее выжим, коммуникации много, а эффективность будет не очень хорошая. Поэтому мы ее делим. И почему мы об этом с самого начала делим? Думаем, потому что делить мы ее будем по тем признакам, которые мы заложим сразу. Для B2B это там отрасль, оборот, для B2C это пол, не знаю, возраст детей или там возраст человека, пристрастия его какие-то, есть ли у нее домашние животные, в зависимости от того, что вы ему продаете. Вы это упражнение делаете для себя, какие признаки вам нужно сделать. И в дальнейшем, когда вы забираете контакт клиента, вы стараетесь эти признаки записывать в базу. Если это можно сделать автоматом, автоматически очень здорово. Например, там сохранить сразу же канал связи. Вот позвонил человек, телефон уже сохранен. Если нужно специально еще что-нибудь делать, уточнять у него, из какой отрасли он звонит. Или уточнять, есть ли у него дети до 15 лет. Это нужно голосом, да, уже менеджером. Значит, мы что еще знаем про клиента? Мы знаем действия клиента. Если он нам пять раз позвонил с этого номера телефона, у нас в таймлайне, в карточке этого клиента, есть пять звонков телефонных. Если он нам еще написал два раза с электронной почты, у нас есть пять телефонных звонков, два электронных сообщения. Мы всю эту коммуникацию знаем, отслеживаем. И, пожалуйста, если человек возвращается к нам уже третий раз по сделке, ну, видимо, мы его каким-то образом не убедили. Нужно поработать вот как раз с теми самыми возражениями. В то же самое время, если мы видим сделку, которая началась, но не закончилась, значит, там есть возражения, которые мы не отработали. Нужно прийти, напомнить и не потерять ту самую сделку. Не единственный контакт, а идти дальше. Ну, два слова буквально про безопасность. Все это вы собираете у себя внутри CRM-системы. Если вы это делаете в Excel-файле, то у вас очень сложно с актуализацией базы, поскольку вы даже по измененному номеру позвонили с мобильного телефона или с обычного стационарного телефона, там исправили цифру, вам сказали, там, человек не работает, или номер изменился. В CRM-систему не внесли или в Excel не внесли. Когда это из CRM-системы идет звонок, то нет возможности не исправить внутри CRM-системы, потому что не позвонить. Это дает вам гарантию того, что база актуальна. Ну, и второе, вам нужно обязательно разделять права доступа. То есть Excel не дает таких возможностей. Естественно, если вы делаете CRM-систему, то это должен быть не тот же самый Excel. Разделяйте права доступа. Кто из ваших сотрудников к каким данным имеет доступ и кто что с этими данными можно сделать. Можно ли стереть данные? Можно ли экспортировать файл? Можно ли вообще смотреть или изменять такие данные? Пожалуйста, очень гибко настраиваются права доступа. Коллеги помогут, если нужна будет помощь. Ну, если что-то, спрашивайте в чатик, расшифруем. Теперь идем еще. Возражения на расстоянии. То есть когда мы позвонили, когда мы поговорили лично, мы понимаем, как отрабатывать возражения. Когда мы, например, привели трафик на сайт, там точно так же нужно работать с возражениями. Если мы активно работаем в соцсетях, то у нас нет широкой возможности объяснить в одном посте, например, чем отличается наш товар, или обосновать цену, или обосновать, почему нам можно доверять. Соответственно, логичный способ ввести этот трафик на какой-то лендинг. Внутри есть битрикс24 сайты, специальный раздел. И вот такой лендинг можно сделать на этих сайтах, где вы подробно пройдетесь по объяснениям. Не всегда у вас есть возможность лично поговорить там текстом или голосом со своим клиентом, но отрабатывать возражения в том числе нужно и на сайте. Вы последовательно идете, презентуете товар коротко, и потом по ключевым возражениям блоками проходите и говорите, вот здесь потому что, обратите внимание вот на этот аспект, здесь нам доверяют такие-то компании еще, мы там много лет работаем на рынке, вот тесты продукта, вот аргументы для того, чтобы у вас не возникло никаких сомнений. Это способ удаленно, вот не лично, не в коммуникации, поработать с возражениями клиента. Теперь про обучение сотрудников в первой части тоже говорили. Нужно ли учить? Ну, нужно, конечно. Каким образом учить? Можно делать тренинги, можно составлять внутренние базы знаний. Я, конечно, настоятельно рекомендую, чтобы внутри каждой компании, там по отделам и в особенности в отдел продаж, была база знаний. Что в этой базе знаний должно быть? Там должно быть описание вашей услуги или продукта, что вы продаете, как вы это презентуете, какими словами это нужно сделать, примеры какие-то презентации. Может быть, там должны быть телефонные разговоры лучшие и худшие. Знаете, есть хорошая практика, когда вы отслушиваете телефонные разговоры свои и своих коллег, и потом выбираете самые классные и самые неудачные. Значит, самые классные вы помещаете в один раздел, самые неудачные в другой, и те, и другие комментируете. Вот смотрите, что не получилось, или вот смотрите, как здорово получилось. Это очень хорошо работает, особенно для новых сотрудников. Они приходят, погружаются в то, что делает ваша компания, какой продукт или услугу она предлагает, как она это делает, как отвечает на возражения. И вот там же в этой базе знаний, как раз в отдельном разделе, лежат отработки ключевых возражений. Почему вы лучше? Что делать, если дорого? Почему сейчас не надо принимать решения, мы отложим это на два месяца? Как вы работаете с этими возражениями? У вас все равно в голове у ключевого продажника или у всех в компании, кто давно работает, есть такие ответы. Выбираете лучшее, кладете в базу знаний, двигаетесь дальше. Значит, когда мы говорим про чаты, про такие коммуникации, часть типовых ответов, часть готовых ответов можно прямо зашивать в шаблоны. То есть можно отвечать клиенту готовым текстом. Знаете, наверняка вы сталкивались с этим где-то при коммуникациях с крупными компаниями, как доставка, и вам там готовый ответ тут же прилетает, распространенный достаточно. Это облегчает коммуникацию, ну и подсказывает немножко менеджерам, что можно говорить, как это говорить. Теперь к следующему блоку с возражениями, и в каком моменте они появляются, и где мы их отлавливаем. Значит, мы строим воронку, естественно, и строим путь клиента. Если мы работаем в бизнесе, где спонтанная покупка, условно это интернет-магазин, мы до CRM добираемся только во второй части для работы в дальнейшем. Если мы говорим, что работа с клиентом идет по каким-то этапам, даже если это физлицо, не знаю, продать пластиковые окна, это несколько дней, может быть, недель и определенной стадии. Поэтому мы выстраиваем такие стадии, мы сами знаем, как это лучше сделать, и порядок стадии определяем, и менеджеру в обязательном порядке по этим стадиям нужно пройти. Что это гарантирует? Это гарантирует, что он не перескочит на последнюю, и не провалит сделку сразу же, что он не будет отправлять коммерческое предложение, не уточню в детали, то есть не персонализированное коммерческое предложение. И мы на каждой из этих стадий ставим обязательные поля, если нам необходимо, что человек должен знать про компанию. Может ли он выставить коммерческое, если не знает обороты компании? Или может ли он сделать предложение на какой-то товар или какую-то услугу, не понимая задачу, не зафиксируя, какие пункты нужны, или что конкретно нужно делать для этого клиента? Это мы так себя выстраиваем и не даем возможности клиенту, про что говорил Владимир в самом начале, и сотруднику нашему не даем возможности перескочить, то есть сократить этот процесс, потому что если его сократить, то он будет провальный. Что еще с этой воронкой мы делаем? Когда мы говорим про коммуникацию внутри чата, а у многих из нас теперь есть коммуникация внутри чата, и вообще сделка внутри чата, про спонтанные покупки в особенности, про длинные циклы в принципе в B2C, точно в B2B, не так актуально, но посмотреть на весь цикл в чате тоже нужно, в финале этого цикла часто бывает оплата. Повторюсь, в B2C и спонтанные покупки в особенности. Здесь не нужно отпускать человека из внутри чата, нужно сразу же и начать коммуникацию, и закрыть продажу там же. Поэтому оплата внутри чата такой must-have. Мы делали опрос по нашим клиентам, которые пользуются этой оплатой в чатах, и спрашивали, скажите, пожалуйста, насколько вам зашло, удобно ли это, и что ваши клиенты думают про такой способ. И практически все ответили, что это не суперновая технология, когда говорят, вау, посмотрите, как здорово у вас получилось. А в основном клиенты говорят, так и должно быть. Это привычно, так и должно работать. Удобно? Да. Но так и должно быть. Мы перескочили тот самый этап, когда мы можем удивить такой технологии. Это уже так must-have. Ну и еще один момент на этом слайде, на котором хочу сделать акцент, это совершенно разные отрасли и чеки, по сути, которые пользуются оплатой. Тут есть и прицепы, которые в чате оплачивают, есть и услуги, там, записи к врачам, есть и аренда, много-много всего. То есть это разные-разные отрасли. Если вы принимаете не полностью оплату в чате, а, например, при записи услуг берете предоплату, это вам увеличивает процент явки. То есть меньше будет людей, которые не дошли, потому что какую-то денежку они уже оставили. Так. Аналогичная история. Оплату можно бросать ссылкой и через WhatsApp, можно через CRM. Мы умеем понимать, есть ли у клиента WhatsApp, установлен ли он. Если он есть, мы бросаем ссылку туда. Если его нет, то мы бросаем ссылку через SMS. Некритично. Все это смартфон. И то, и другое. Пожалуйста, клиент кликает и прямо на мобильном телефоне оплачивает. Так, теперь к аналитике. Значит, мы должны контролировать, должны ли, должны контролировать. Теперь как мы должны контролировать. CRM дает достаточно простую и разнообразную аналитику. Мы можем посмотреть с самого начала до самой конечной точки. Там есть готовые отчеты, которые показывают, сколько мы продали условно за какой-то период, какое количество активностей по нашим менеджерам есть. И мы в эту аналитику можем проваливаться от общих цифр к частным цифрам. Например, мы можем посмотреть, какие каналы у нас популярны. Вот мы подключили разные каналы к нашей CRM и понимаем, что в основном у нас работает телефония. Вторая желтая открытая линия – это чат, который где-то висит. Дальше у нас есть Инстаграм, там CRM-формы, Вайбер, Фейсбук, еще какие-то каналы. Вот это, смотрите, как работает. Мы видим общую нагрузку и видим статистику по скорости ответа. Быстро ли мы работаем, быстро ли мы это отрабатываем. Статистики много достаточно. Сейчас расскажу небольшую историю про аналитику, которая работает внутри воронки и как это можно использовать. Историю я услышал на одном из вебинаров, когда клиенты говорили, смотрите, на одном из семинаров, был еще оффлайн, волшебный, не онлайн. У нас в отделе работают два сотрудника, у которых продажи ниже, чем в среднем по остальному отделу. Есть одна девушка, чудесная девушка, у нее такой низкий бархатный голос, вот особенность. Рядом сидит молодой человек, у него особенностей таких не было, но он очень скрупулезный и очень педантичный, четкий достаточно. Значит, девушка очень здорово работает на этапе назначения встреч, с той стороны ЛПРы, мужчины в средних лет. Молодой человек очень плохо назначает встречи, но очень хорошо работает на закрытии. Соответственно, и продажи итоговые, и у того, и у другого получаются низкие. Что бы такого сделать, подумали основатели, которые смотрели, и руководители отдела продаж. Ну, там есть несколько вариантов. Либо поучить каждого что-нибудь поделать, либо можно было бы их совместить. Совместили, да, совместили, выбрали такое решение, и в итоге результаты и у первого, и у второго получились выше среднего, потому что девушка назначала встречу очень хорошо, на встречу они ехали вместе, закрывал встречу уже ее коллега. Разделили. Что дало возможность работать таким способом и понять вообще, что делать с этими менеджерами, аналитика, которая внутри была. Так, теперь немножко про пользу стадий и про то, каким образом клиенты, вернее, ваши сотрудники работают с этими возражениями. Когда вы настраиваете CRM-систему, то у вас есть одна результативная хорошая стадия, она называется там «все здорово», или как вы ее назовете, в этом случае акты подписаны, и несколько стадий отрицательных, то есть которые закончились не очень удачно. Соответственно, когда одна стадия, там «все здорово» и «классно», а почему стадии проигрыша несколькие, почему они разные, почему они важны. Когда вы планируете, как неудачно может закончиться сделка, не то чтобы вы этого хотите, но исходы такие есть, вы говорите «мне нужна аналитика по этому процессу». И аналитика в чем состоит? Вы говорите «первый вариант, когда мы проиграли сделку, что это такое?» Это дорого. Клиент отказался по какой причине? Потому что выбрал конкурента, выбрал другой продукт или услугу. Потому что у нас было очень дорого. Потому что клиент перенес проект или там еще какие-то варианты ответа. Значит, это первое, что дает вам. Возможность аналитики. Вы смотрите на реальную ситуацию, какое количество клиентов отказалось и почему. Видите причину. Второй вариант. Когда вы заходите, делаете фильтр по неуспешным сделкам и делаете фильтр дорого, например. Почему отказались из-за цены? Вы проваливаетесь в конкретной сделке и можете посмотреть или послушать, посмотреть диалог в чате, либо послушать разговор менеджера и посмотреть, умеет ли менеджер отрабатывать возражения или не умеет отрабатывать возражения. Это для РОПов очень хороший инструмент, очень хороший подход, чтобы выбрать все сделки, где дорого, и посмотреть, а мы пытались ценность показать, пытались что-то сделать с этим возражением дорого или не пытались. Ну и вторая часть. Когда мы совершили там первую продажу, поработали на разных стадиях с разными возражениями, имеем возможность это проконтролировать. Мы работаем в дальнейшем с теми же самыми клиентами. Вот статистика, которая мировая, на самом деле, большая, которая говорит о том, что клиенты уходят от вас не потому что цена. Значит, здесь нет отдельной цифры. Проводили большое исследование, где спрашивали, почему вы сменили поставщика, компанию, у которой вы закупали продукты или услуги, и вот 64% компаний сказали, что у них недостаток внимания к ним, с ними не общались, не разговаривали, потерялись, мы не понимаем, нужны вы или не нужны. И около 15% компаний сказали, что мы, потому что цена выгоднее появилась где-то, сменили текущего поставщика-подрядчика. Значит, 64% и 15%. Вот та самая огромная разница. Поэтому, что мы должны делать с клиентами, которые попали к нам в воронку или успешно все закончилось, или вдруг неуспешно, мы должны с ними в дальнейшем коммуницировать. Как мы их можем разделять и коммуницировать, общаться с ними? Первое – это признаки. Мы поговорили в самом начале, мы закладываем такие признаки, специальные, отдельные поля. Второе – это наша история коммуникации, история покупок или обращений, или сделок. Вот все, кто совершил покупку в прошлом месяце, пожалуйста, мы можем выбрать такой сегмент. И третий – это канал, по которому мы с ними общаемся. Это почта, это смс, это телефон, это чаты. Совмещая несколько признаков, мы можем сегментировать аудиторию. Есть статические сегменты, ну там пол, например, человека или город проживания. Есть динамические сегменты. Это переменные признаки, которые все время меняются. Например, совершение покупки. В прошлом месяце была или не была. Мы можем выбрать какой-то пресет, готовый, то есть все, кто совершил покупку в прошлом месяце. Делаем его готовым фильтром, и каждый месяц заходим в него, и что-то с этими клиентами делаем, например. Либо настраиваем автоматику для того, чтобы автоматика сразу же сделала что-нибудь. Здесь же мы можем, вот еще один скриншот тот же самый, про пользу проигрыша. Здесь же можем отфильтровать людей, которые у нас сделку проиграли, то есть мы не заключили с ними сделку, не продали им ничего в первый раз, но можем что-то с ними сделать в дальнейшем. Например, взять всех, кто ушел к конкурентам, и прозвонить их, спросить, как там дела, можно ли возобновить коммуникацию, и, может быть, на другую услугу переключить их. Или всех, у кого проект был отложен, пожалуйста, мы всех их выбрали и вернулись к ним через пару месяцев, спрашиваем. Ну что, есть какое-то решение, есть сдвиг, можем ли мы поднять вопрос и поговорить об этом еще разок. Все это называется CRM-маркетинг. Что такое CRM-маркетинг? В очень простых словах. Это активная коммуникация с клиентами на основе данных. Почему активная? Вы инициатор, вы не ждете, пока клиент вернется к вам. Почему на основе данных? Потому что мы делим их в какие-то сегменты и приходим к ним с конкретным предложением на основании того, что вы там натворили или что делаете до этого. Какие основные сценарии у повторной коммуникации, повторной работы со своей существующей базой есть? Вот они примерно на слайде нарисованы. Там большими буквами написано LTV. Я думаю, что мы знакомы. Знакомы, друзья, с понятием LTV. Поставьте какой-нибудь плюсик или минус, если вы не знаете. Сейчас посмотрим, если минусы появляются. Есть, да, сразу минусы. LTV – это lifetime value. Это количество денег, которые клиент отдал нам не с первой покупки, а со времени, существенно большего, со всего времени, сколько он с нами работает. Например, клиент совершил у нас первую покупку в январе и в следующем, через каждые три месяца, совершил еще четыре покупки. Итого пять. И вот LTV – это сколько он денег нам с пяти покупок принес. Зачем нам такая цифра нужна? Для того, чтобы ее мониторить и растить. Все мы хотим, чтобы клиенты не на каждую покупку нами покупались. То есть мы платим за клиента какие-то деньги за привлечения. Мы бы хотели, чтобы мы его привлекли и, соответственно, в дальнейшем работали с ним для того, чтобы увеличивать его количество покупок и чек, который он нам оставляет. Вот повторные продажи разделяются примерно на три подкатегории. Это регулярные продажи, кросс-продажи и вторые попытки. Регулярные продажи – то, что мы постоянно продаем. Каждый год человеку нужна страховка. Мы ее каждый год продаем. Это регулярная продажа, про это забывать нельзя. Кросс-продажа – это соседние инструменты. Что такое соседние инструменты? Это у нас есть продукт, который тоже подходит человеку. У нас не один продукт в линейке, несколько продуктов. На примере автомобилей мы продали машину, потом продаем техобслуживание, потом еще что-нибудь, дополнительные услуги можем продать. Это кросс-продажа. Ну и вторая попытка – это те сделки, которые не уменьшались успехом с первого раза, со второго, с третьего, с четвертого могут уменьшаться. Реактивация. Клиенты, которые были с нами, но потерялись, год назад они совершали покупку, больше мы их не видели. Нужно восстановить коммуникацию с этими клиентами и восстановить покупки этих клиентов. Ну и повышение лояльности – это к тем цифрам, 64%, почему уходят люди от нас. Мы должны регулярно касаться наших клиентов не только с целью продажи, но и с какой-то полезной целью в том числе. Какие инструменты для этого подходят? Ну вот здесь на скриншоте есть воронки тоннелей продаж. Тоннели отлично подходят для как раз кросс-продаж, для передачи из одного отдела в другой отдел нашего клиента. Пожалуйста, так можно. Повторные продажи работают, роботы автоматизируют такие процессы. Автоматизация на самом деле очень большая тема, и я здесь в вебинаре сегодня не ставил целью раскрыть подробно. Коллеги помогут, расскажут, что в вашем бизнесе можно автоматизировать с помощью Bittrex 24. Такие в принципе сценарии есть. Есть инструмент, про который тоже хочется сказать для повторных продаж. Он так и называется генератор продаж, когда вы можете сегментировать аудиторию и нацеливаться вашими менеджерами на нее. Там есть разные инструменты, можно нацеливаться текстом, голосом, рассылкой, очень по-разному. И про автоматизацию. Вот выведу слайд, подробно опять же не успею, но расскажем. Какие ключевые сценарии по автоматизации? Это планирование следующей продажи, чтобы мы не забыли, нельзя на откуп ежедневника или памяти менеджера оставлять следующую продажу. Постановка задачи. Когда у вас есть достаточно сложный процесс внутри, вам для того, чтобы составить коммерческие предложения, например, клиенту, нужно пойти в технический отдел, чтобы они верифицировали стоимость, сроки и другие параметры в вашем коммерческом предложении. VITREX24 может автоматом поставить задачу. Отправка клиенту материалов. Вы обещаете, что после звонка клиенту что-нибудь уйдет, и автоматом роботы могут отправлять пакет данных, которые есть у вас и которые сразу же могут уйти клиенту без того, чтобы менеджер собрал это, запаковал в письмо и отправил дальше. Автоматизация может ждать реакции клиента. Вы сделали рассылку, и те, кто перешли по ссылке из этого письма, автоматически переходят на следующую стадию. Менеджеру машет рукой робот и говорит, смотри, у тебя теплые клиенты, иди поработай с ним. Добавление в рекламные аудитории, когда мы изнутри воронки наших клиентов можем добавить в рекламные аудитории для того, чтобы либо погреть их внутри этой воронки, либо потом догнать их рекламными сообщениями или какими-то еще сообщениями, тут уже ваш маркетинг фантазирует. Роботы и триггеры мы их называем, автоматические инструменты, разделяем их. Роботы, то, что делают за нас какую-то работу, триггеры ожидают реакции от клиента. Но, повторюсь, здесь подробности у партнеров уже. Один из самых вкусных, наверное, моментов автоматизации для сотрудников внутри компании это генерация документов автоматическая. Договор, коммерческое предложение, что-то еще, что нужно документально подтвердить, автоматически по шаблону делает сама система, не заставляя менеджера руками все это делать и создавать. Не очень любимая работа, менеджер в продаже. Ну и в финале у Bitrix24 достаточно много возможностей. Не все из них закрывают абсолютный перечень задач каждого клиента. Поэтому у нас есть два выхода. Можно посмотреть в Bitrix24 Market. Там есть приложения, которые персонализированно закрывают какие-то задачи. Я тут выбрал несколько, которые ближе всего к продажам и к возражениям. Это и скрипты, и разные подсказки, это отчеты, которые удобно смотреть по различным срезам. Это боты, которые работают в чатах и помогают либо внутри компании наладить работу, либо внешне что-то сделать. И приложения для автоматизации. На них на всех можно посмотреть. Если вы работаете с сайтами, практически каждая компания работает, тоже можно посмотреть. У меня, друзья, на этом все. То есть по первому моменту и по общей технической части, которая может помочь вам отслеживать, насколько у вас сотрудники работают с возражениями, в какие моменты можно посмотреть, в какие там точки CRM-системы можно посмотреть, чтобы обнаружить, хорошо или плохо идет такая работа с возражениями, чтобы не дать возможности сотрудникам отклониться от намеченного пути, который вы для них нарисовали. Ну и в финале хочу сказать, что весь вебинар с нами вместе сегодня коллеги, наши партнеры, которые хорошо работают и знают про BITREX24 все, вам рассказывали с ответами и через какое-то время коллеги вернутся к вам, не стесняйтесь задавать вопросы, что в моем бизнесе может улучшить BITREX24, как это работает. Спасибо большое, друзья. Последнее, что хочу сказать. Несколько действий, которые с вебинара вы можете вынести и дальше понести в свой бизнес, это такой must-have. Это определяет, насколько у вас есть шансы подкрутить бизнес, стать лучше, выше, быстрее, сильнее. Спасибо большое. Счастливо.